На этом слайде метеорология и погода, потому что метеорология связана с погодой будет, климатология будет связана с климатом. Метеорология это о чем? Это наука о атмосфере, как вы понимаете, в определенном смысле имеется синоним такое понятие, как физика атмосферы, хотя это не совсем физика атмосферы. Мне так представляется, что метеорология в некоторой степени это та часть физики атмосферы, которая ориентирована на прогнозирование погоды. Ну, смешное есть такое определение, что физика атмосферы это физика на свежем воздухе. Ну, вот так это надо примерно и понимать. А что такое погода? Погода это то, что у вас за окном в данный момент времени. То есть это мгновенный срез, фотография того, что происходит. И выражена погода совокупностью метеорологических величин, таких как давление, температура, скорость ветра, влажность воздуха, облачность осадки. Вот то, что я перечислил, это самое главное. Ну, вот тут эти обозначения стоят, вот они, температура, влажность, давление, скорость ветра, осадки, в смысле облачность, осадки, вот все написано тут. Удобным средством отображения текущего состояния атмосферы, то есть погоды, является ее представление в виде так называемых синаптических карт. И вот внизу показаны две синаптические карты. Одна из них немецкая, вот эта карта, Deutsche Wetterdienst, немецкая служба погоды, ее, значит, любезно предоставляет всем желающим. Другая, столь же любезно предоставляемая карта, гидромедцентра. На этих картах разный охват территории. Но если посмотреть на звездочку, вот здесь звездочка, это Москва, то мы видим с вами некоторую тут информацию вокруг Москвы. Ну и в частности проходят линии, вот линия вот такая проходит, и здесь такая линия проходит. Это линия фронта, и те осадки, которые попадали ночью, и сейчас еще капали немножко, это осадки, связанные с этим фронтом. Ну и вообще на этих картах вы, если приглядеть, видите какой-то такой серый фон здесь, там какие-то видны значки. Я специально сейчас на это не акцентирую внимание, но это закодированная информация в каждой точке, по каждой метеорологической станции, и содержит в себе информацию по температуре, влажности, облачности и так далее. Считается эта информация очень просто. А линии, которые тут проведены, это линии равного давления, так называемые изобары, ну и фронты проведены. Вот это информация о погоде. То есть погода, мгновенное состояние. Кроме карт вот таких вот, которые, естественно, все время обновляются, потому что погода меняется, и мы следим за этими изменениями, существуют карты и другие. Эти карты, они относятся к информации, главным образом, в приземном слое или в приводном слое. Есть карты по высотным уровням, есть карты специализированные и так далее. Все мы в свое время увидим и будем это активно применять. Значит, если идет речь о том, что метеорология относится к прогнозам погоды, нужно нам что-то сказать и о прогнозировании погоды. Вот этот слайд, он отражает информацию на эту тему. Ну, что тут как бы самое важное? Очень идея-то простая. Вот она выражена вот этой формулой. Вот этой формулой выражена идея. То есть, если мы знаем состояние атмосферы в начальный момент времени, то мы должны от этого начального состояния провести некую экстраполяцию и экстраполировать это наше знание на будущее с определенной заблаговременностью на определенное время Т. Ну вот, следовательно, глядя на эту формулу и понимая вот эту вот простую идею, вы понимаете, что качество прогноза, оно должно зависеть от двух вещей. Во-первых, насколько хорошо мы знаем вот это начальное состояние. Потому что если мы знаем его плохо, то как бы мы хорошо не экстраполировали, мы из плохого ничего надежного не получим. Поэтому вот первая проблема – нужно знать хорошо начальные поля. Вторая проблема – как делать вот эту самую экстраполяцию. Ну и обе эти проблемы, они решаются, они все время решаются. Все совершенствование прогнозирования погоды заключается в том, что вот эти вот две проблемы, они совместно развиваются. И чтобы обеспечить первую проблему, используются самые разные способы метеорологических наблюдений. Это и данные станций, и радиозонды, и спутниковая информация, причем я имею в виду здесь не только и совсем не столько фотографий, а именно цифровые данные. Это и плавающая в океане буи, гражданская авиация, самолеты которой снабжены датчиками, радиолокаторой, ну и кое-что еще. Ну и вот эту всю разнородную информацию, которая работает в своем режиме, в своем темпе, охватывает разные территории, ее нужно собрать, как-то объединить, на одну сетку географическую натянуть. И вот это делает специальная система, которая называется система усвоения данных, которая собирает информацию со всего земного шара. Ну и вот таким вот образом обеспечивается вот это вот х-нулевое. Вот это вот та величина, которая характеризует погодное состояние в данный момент времени, от которого осуществляется прогноз. А как делается экстраполяция? Экстраполяция делается с помощью математического моделирования. То есть в качестве средства экстраполяции выступает модель, основанная на уравнениях термогидродинамики. Это очень сложная вещь. Вот, но сказать про это надо уже сейчас. И подчеркнуть я хочу, что нам, вот, метеорологам и климатологам, так повезло, что у нас есть именно эти уравнения. А почему повезло, я говорю? Потому что эти уравнения, они основаны на первых принципах. А что такое первые принципы? Это законы сохранения энергии, массы, количества движения. И вот на основе этих фундаментальных законов мы строим фактически здания метеорологии и климатологии. А вот, например, у сейсмологов вот такой основы нет. И они строят свои прогнозы землетрясений, ну, на некотором таком совершенно ином принципе. Ну и вот, собственно говоря, если у нас есть и система наблюдений, и у нас есть вот эта data simulation, система усвоения данных, если есть математическая модель, все это соединяется вместе, это легко сказать, а сделать это все очень трудно. И вся эта система непрерывно работает для того, чтобы прогнозы осуществлять. Я подчеркиваю слово «работает непрерывно», то есть это технология, которая запущена, и человек в ней участия не принимает. Ну, только, может быть, на стадии метеонаблюдения иногда еще люди работают, и на стадии интерпретации, ну, и на стадии наладки отдельных узлов. Но так, чтобы кто-то вот нажимал кнопку и включал какой-то определенный блок или источник данных, этого нет абсолютно. Это как такая технология, система непрерывно функционирует. И за сутки, несколько раз от новых данных осуществляется старт, и происходит прогнозирование погоды. Наряду с прогнозом погоды, ну, вот такой вот обычной, которую все эти прогнозы вы знаете, та информация, которая доходит в средствах массовой информации, вот это, существуют, и прогнозы не только вот такие, назовем их физические, что ли, прогнозы, но и прогнозы, то, что называется, прогнозы химической погоды. То есть это прогнозы загрязнения воздуха. Также прогнозы уже делаются наличие в воздухе определенных аллергенов. Это иногда называется словом биологическая погода. Ну, то есть вот таким образом происходит расширение в этом направлении прогнозируемых характеристик. В рамках общего прогноза погоды происходит и прогнозирование особо опасных явлений погоды. Ну, вот давайте немножко про эти особо опасные явления мы поговорим с вами. Ну, вот на этом слайде, вот именно на этом слайде, показаны катастрофы, связанные с природными явлениями вообще. И видно, как эти катастрофы все время увеличиваются. Здесь шкала времени проведена на оси абсцисс. А если посмотреть, кто вносит главный вклад в эти изменения, то главный вклад вносят гидрометеорологические явления. Ну, можно спорить с методом, принятым вот для классификации явлений, почему там одни опасные явления отнесены к одному, другие к другому, можно спорить с названиями. Но суть остается прежней, суть остается той же самой, что вот вы видите постоянный рост различного рода катастроф, который связан с гидрологическими и метеорологическими вещами. Ну, и вот этот рисунок второй, он как-то немножко в другой плоскости, но тоже обобщает то, что я сейчас сказал. И глядя на этот рисунок, на серую кривую, видно рост по годам этих самых катастроф, выраженных в потерях финансовых. А вторая кривая коричневого цвета, она показывает, какие были проведены выплаты страховыми организациями. Ну, и обращает на себя внимание, между прочим, не только рост, но и большая изменчивость, увеличивающаяся со временем. Таким образом, количество катастроф, количество опасных явлений, связанных с гидрометеорологическими эффектами, увеличивается. А вот в России что происходит, это информация РОС, это гидромета. Ну, и вы видите аналогичную вещь. То есть, можно сказать, что вот мы действительно имеем некий тренд опасных погодных явлений. Какие погодные явления, и не только погодные, а вообще, так скажем, гидрометеорологические, какие явления являются самыми опасными? Ну, вот самым опасным таким чемпионом являются тропические ураганы. Тропические ураганы, которые в Тихом океане, они называются тайфуны, но это суть та же самая, суть явлений одних и тех же. Ну, и на слуху у вас у всех те события, которые были связаны с ураганом Дориан, который вот изображен на данном рисунке вот здесь, вот около Флориды. Вот Флорида, Куба, такой хороший рисунок, показывающий географическое его положение и одновременно показывающий его размеры. То есть, это не точка какая-нибудь, это не отдельный маленький вихрь, там, как смерч. Это вот достаточно крупное образование, и именно во всем этом крупном образовании работают механизмы разрушения, связанные и с большими осадками, и с огромными скоростями ветра, и вызывающие нагонное явление на побережье по разным причинам. Ну, вот такое комплексное опасное явление. Что интересно с этими тропическими ураганами? Ну, во-первых, конечно, для нас очень приятно, что у нас их нет. И представить себе вот нашему человеку, живущему в умеренных широтах, что такое тропический ураган, просто невозможно. Вот представьте себе самый сильный ветер, который вы когда-нибудь ощущали, и увеличит его в 10 раз, а то и больше даже. Вот это вот что-то такое немыслимое. Интересная вот информация, собранная в таблице, которую я вам показываю здесь, она выражена, эта информация, суть этой информации выражена вот этой вот строкой, представленной внизу, что воздействие тропических ураганов, оно, естественно, проявляется и на бедные страны, и на богатые страны, на любые регионы. Но ущербы, они разные в странах бедных и богатых. В богатых странах это, как правило, ущербы связаны с огромными материальными потерями, а в бедных странах это, как правило, человеческие жизни. Ну и если подумать, то так и должно быть, это разумно, потому что, ну вот если вы вспомните информацию по урагану Дориан, то вы помните, что когда вот он только подходил там, губернатор какого-то штата, я не помню, он объявил, что люди должны эвакуироваться. Ну и я хочу сказать вам, что дисциплина там очень четкая, и люди действительно эвакуировались. То есть есть способы прогнозов, способы доведения информации до населения, где люди себя ведут разумно, уезжают в безопасные места, хотя, конечно, бывают и такие накладки, какие были связаны с ураганом Катрина, который вот в каком-то смысле застал американцев врасплох. А в странах бедных, ну таких как там Бангладеш, Пакистан, еще кто-нибудь, в них и прогнозы не очень, и информация не доводится до населения, и население этой информации не особо верит, и отсюда огромные потери в человеческих жизнях. Вот они представлены в этой таблице, я не буду все перечислять, но лидирует вот Бангладеш, когда погибло за одну ночь 300 тысяч человек. Все-таки, как вы понимаете, это довольно много. Это довольно много. Вот такой вот интересный, следовательно, аспект, что уязвимость и риск, они являются функцией не только самого явления, но и такого социально-экономического статуса того или иного региона. А что в умеренных широтах? Ну вот в умеренных широтах последнее время, наверное, наиболее опасным явлением, особенно для жителей городских территорий, являются так называемые волны тепла. Я не буду сейчас давать какое-то полное определение того, что имеется в виду. Интуитивно вы понимаете, что это такое. Это длительно в течение нескольких дней, порядка недели и больше сохраняющаяся сильная аномалия жары. То есть это летний именно такой эффект. И такой эффект достигается, как правило, тем, что устанавливается атмосферный перенос с юга. Ну с юга почему? Я имею в виду серное полушарие, на юге теплые страны, теплые климатические пояса, и тепло оттуда мощным образом выносится в умеренные широты. И если такая ситуация циркуляционная сохраняется долго, то создается вот такого типа тяжелая аномалия. Причем, как правило, такая аномалия создается на фоне антициклональных условий. А антициклональные условия, как мы с вами увидим очень скоро, они способствуют еще погоде безоблачной и безосадочной. И вот получается сочетание. Во-первых, мощный вынос тепла. Во-вторых, безоблачная погода летом, это значит жаркое солнце, которое работает, усиливая эту аномалию. Вот это все вместе приводит к тем аномальным ситуациям, очень жарким ситуациям, которые особо жестко проявляются, как я сказал, в городах. Ну и вот на данном слайде, во-первых, показана информация по разным государствам. Российская Федерация, Италия, Франция, Испания и так далее. Вот они перечислены здесь. Собрана информация по самым опасным, самым таким тяжелым аномалиям, которые наблюдались. Причем аномалии всевозможные. И вы видите, что везде идет речь экстремальная температура, экстремальная температура, экстремальная температура. То есть эти самые волны тепла создавали в этих странах аномалии. Ну и таким печальным лидером этих аномалий является та аномалия, которая наблюдалась у нас на Восточно-Европейской равнине в 2010 году, когда на протяжении более чем 30 дней стояла очень такая аномалия, стояла аномальная жаркая погода. Не буду я называть цифры, насколько выше была эта температура. Но следствия ее были крайне тяжелые. Вот по этому региону, по центральному району дополнительно к обычным смертям погибло 55 тысяч человек. А что такое 55 тысяч человек? Если мы посмотрим на вот эту таблицу с потерями ураганов, ну это вполне соответствует некому такому среднему урагану. Среднему, ну не самому экстремальному, но вот были ураганы перечисленные здесь, которые уносили такое же количество человек. Таким образом, вот волны тепла. О генезисе я не говорю. Ну то есть я говорю о механизмах. Я уже сказал, антициклон, сохраняющийся вынос с юга теплого воздуха. Это вот такая механика понятна. Возникает другой вопрос. А почему этот антициклон появился? Почему он встал именно здесь? И почему он так исключительно стабилен? Ну вот об этом будет идти речь в дальнейшем. Хотя этот вопрос, по большому счету, в науке пока ответа не имеет. Другая проблема умеренных широт – это наводнение. Это наводнение. Ну вот я показываю вам очень такое мощное наводнение, которое произошло в Китае в сезон Мэй-У, так называемый. Это такой весна, начало лета, когда вот в этих вот районах, которые показаны на данном рисунке, непрерывно формировался один циклон за другим, выливая воду, выливая, выливая, выливая воду. Но в воде-то деваться некуда, она стекает в реки, реки переполняются и начинается наводнение. Другая часть воды усваивается почвой, межпоровое пространство, они заполняются водой. Вода больше, почва больше принять воду не может, поэтому воде деваться некуда, она начинает распространяться по поверхности. Ну и вот такие наводнения происходят, как показано на этом рисунке. Ну и сейчас, вы знаете, Амур и вообще восточные реки, они себя ведут таким же катастрофическим образом. Снова возникает проблема та же самая. Механику мы понимаем, да, это циклон, вот один циклон образался, второй ему вслед пришел, третий, четвертый и так далее. А вот почему, почему они вдруг так вот стали один за другим сюда идти? Вот это непонятно, это непонятно, это тот вызов, который перед нашей наукой стоит в настоящее время, один из самых важных. И вот так вот впрямую увязать его с глобальным потеплением, я это слово произношу в этой аудитории сейчас впервые, перед вами в смысле. В комнате твэта я произносил его многократно, но считать, что вот именно это изменение циркуляции связано с глобальным потеплением, ну можно, конечно, но прямой-то в физике явлений мы на самом деле до конца не понимаем. Ну и если говорить о климатологии, то это такая наука, к которой можно и нужно относиться с двух точек зрения. Вот здесь как раз эти позиции перечислены как один и два, и вот я их сейчас буду интерпретировать. Суть в том, что, во-первых, климатологию можно понимать как область метеорологии, которая предназначена для того, чтобы описывать усредненное по времени состояние метеорологических величий. Ну, с учетом, разумеется, сезонов, мы тогда оперируем такими понятиями, как среднеклиматические значения, и говорим, среднее там для сентября распределение температуры, а среднее распределение для сентября, оно, конечно, будет отличаться от среднего распределения температуры, и осадков, и всего там для августа, например, или для июля, или для января. То есть это некие типичные вещи, типичные вещи. Вот из всего многообразия погод мы проводим их усреднение, и из этого усреднения у нас получаются климатические показатели. Получаются показатели климатические. Ну и вот в таком традиционном виде климатология существовала на протяжении, ну, буквально столетий, потому что, уже там я не буду вдаваться в подробности, но, предположим, арабы прекрасно представляли себе, что в Индийском океане имеются муссоны, как сезонные ветры, и они использовали это при мореплавании. Ну, там какие-нибудь европейцы, которые стали осваивать Америку, они прекрасно знали, как надо в Америку плыть. Никакой европеец на паруснике не плыл прямо там, предположим, из Англии поперек океана в Америку. Нет, он на своем паруснике двигался к югу вдоль Португалии, дальше он где-то подхватывал пассатный ветер, и в пассате, совершая такую огромную дугу вдоль Африки, и потом вдоль экватора поднимался в Карибский уже регион. Это вот такие вот эмпирические данные были, они знали, любой мореплаватель знал, что пассат он встретит, а это и была климатология. Это и была климатология. И вот именно поэтому, на самом деле, наша кафедра, она и называется метеорологией и климатологией, то есть вот здесь вот объединение этих двух дисциплин, оно было вполне разумно, и оно вошло и в тематику, и в название, и мы все вот работали всегда в метеорологии и климатологии, понимая климатологию именно так. Таким венцом климатических представлений являются вот карты классификации климатов. Я показываю вам одну из таких схем, это классификация климатов Алисова. В свое время мы ее более внимательно будем смотреть. Пока просто я говорю, что она в некотором таком комплексном смысле характеризует географическое распределение климатов по земному шару. Однако появился и подход второй. И появился он, вот видите, пункт второй, появился он сравнительно недавно, встал, как говорится, во весь Роск, когда понадобилось другое определение, и главное не то, что определение, суть науки при этом изменилась. Ну вот смотрите, что представляет собой климатология с точки зрения другой. Это уже наука синтетическая. Я назову ее таким образом, в отличие от метеорологии. Метеорология – наука о атмосфере. А климатология, поскольку климат, как вот здесь написано, он, это понятие, которое обладает многими гранями, и каждая грань отражает его определенные свойства. Ну вот в частности, климат формируется за счет взаимодействия атмосферы, мирового океана, криосферы, биоты. Ну вы видите, что вот он синтез, и вот тут нужна именно наука синтетическая, соединяющая вместе знания разных наук. И если говорить так, то климатология – это вот как написано, синтетическая наука. О чем? Ну, видимо, о термодинамическом состоянии уже не только одной атмосферы, но так назовем это внешних оболочек. Это и океаны, и гидросферы, и суши, и даже биоты. Вот это все вместе охватывается понятием климата. Или уж тогда мы лучше говорим слово «глобальный климат». Глобальный климат как такое планетарное свойство, характеризующее особенности всей планеты. К всей планеты Земля, но, между прочим, применимая и к другим планетам. Сейчас мы хорошо представляем себе, что такое климат планеты Марс, что такое климат планеты Венеры, похуже представляем себе. Мы говорим о климате и Титана, таких вот, я перечисляю, такие землеподобные тела в атмосфере. Но можно говорить и о климате верхних слоев Юпитера, Сатурна. Ну и, как вы знаете, экзопланеты есть. Экзопланеты, в которых цель этого научного направления найти Земли, найти планеты, похожие на Землю. Ну и мы тоже рассуждаем о климате этих планет. И мы тоже на эту тему какие-то слова в свое время скажем. Так вот, почему появился вот этот подход? Почему нужно было вот именно так изменить представление о климатологии и уйти от первого определения ко второму? А суть заключается в том, что возникло представление о том, что климат меняется. Климат меняется. А если мы исходим из того, что климат меняется со временем, то характеризовать его просто средним значением уже было бы неправильно. Потому что среднее значение подразумевает то, что мы делаем какие-то испытания, смотрим на стационарный процесс, который флуктуирует, и выбираем некий средний уровень этих флуктуаций. А если имеются тренды, если имеются закономерные изменения, то нужно эти изменения понимать. Тут любопытно то, что представления о изменениях климата, они, конечно, существовали давно. И это прекрасно знали геологи, которые сформулировали вот эту известную периодизацию, вы ее все хорошо знаете, там Архейская эра, другие эры, Мезозойская эра и так далее. Ведь это что такое? Это изменение не только лика Земли, но и изменение климата. Но климатологи к этому относились довольно равнодушно. Они говорили, это было давно, и никто не знает, когда это было, и нас это не волнует. Потом стали появляться представления четвертичной геологии. когда геологи-четвертичники стали говорить о том, что сравнительно недавно, они не могли еще точно продатировать свои результаты, но косвенным образом они понимали, что идет речь о уже не миллионах лет, а о тысячах лет, ну, десятков тысяч лет. Сравнительно недавно были изменения климата. Это было уже XIX век. Климатологи равнодушны к этому, опять же, относились. Они говорили, ну, это там было когда-то давно, тысяча лет назад. Практического смысла это не имеет, нас это не касается. И только когда стало понятно, что климат обладает способностью, вот она выражена вот здесь, в последней строке, находиться в постоянном изменении, причем изменения как долгопериодные, так и короткопериодные. И когда оказалось, что эти короткопериодные изменения сильные, вот тут пришлось начать заниматься изменениями климата. Ну, а раз изменения климата, то нужно было все переформулировать. Старая парадигма о том, что климатология, наука о распределении средних значений, она уже провалилась. Нужно было придумывать что-то иное, а название осталось прежним. И вот появилась наука климатологии, как синтетическая наука, и появилось понятие климата. Вот оно здесь вот, не то, что оно сформулировано, его трудно сформулировать, но вот четко, потому что это многогранное явление, и про каждую грань нужно будет обязательно что-то важное, значит, рассказать. Но кое-какие вещи есть. То, что это режим планетарный, раз, то есть вся планета работает. То, что участвуют в формировании климата разные среды, атмосферы, океаны и так далее, это тоже факт. То, что это открытая система. Слово открытая система подразумевает то, что она открыта для различного рода внешних влияний. Ну, не надо их тут как-то считать, что их какое-то множество. Имеется в виду прежде всего солнечная радиация и связанное с ней воздействие. Наконец, разное свойство, вот эта вот изменчивость, все вместе, вот это все создает разные стороны того, что мы называем климатом. И мы в курсе в нашем будем использовать и то, и другое. В нужное время мы будем говорить о среднеклиматическом режиме, о классификации климатов, но будем, разумеется, говорить о изменениях климата тоже. Ну, вот я хочу еще раз сказать об этих двух определениях и подчеркнуть то, что если нас интересует генезис изменений, именно изменений временных, генезис изменений климата, а также уже и возможность его прогнозирования, то первый подход, первое определение, оно абсолютно безнадежно, оно просто нацелено на другие вещи. Первое определение дает только географию климата, а второе определение, вот оно именно нацелено на то, чтобы понять генезис изменений и дальше выходить и на прогнозирование. Когда это было понято, я называл вам всякие там древних арабов, корсаров, которые плавали в Карибском районе ученых 19 века, когда было понято, что нужно переходить на изучение климата? В конце 60-х. В конце 60-х уже за это дело, ну, как-то не то, что взялись, попытки были и раньше, но появились методы, которые позволили эту область превратить в область именно научную. Ну вот, данный рисунок, он показывает изменения температуры, сейчас мы на этот рисунок посмотрим более внимательно, вот он представлен на данном слайде. Что здесь показано? Здесь показано изменение средней по планете температуры. Средней по планете температуры имеется в виду температура приповерхностная, имеется в виду вот та температура, которую измеряют в будке на двух метрах. Это самый такой надежный и хорошо измеряемый показатель, а в то же время самый важный. Вы скажете, а как же это земной шар и будки над океанами, что ли? Нет, там, конечно, не будки, там имеются в виду морские измерения, которые осуществляются и осуществлялись штурманами. В обязанности штурманов входит вот эта деятельность. Ну и все это вместе собиралось, и, конечно, собрать эти ряды было очень трудно, потому что, главное, трудность в том, если мы хотим получить что-то такое среднее, глобальное, то нужно, чтобы вклад каждого региона был одинаков. А как это сделать, если наблюдений, предположим, в Западной Европе много, в Восточной Сибири мало, в Африке очень мало, а где-нибудь в Южном Тихом океане туда практически никто даже не заплывал за всю историю, чтобы измерения провести. Но вот, тем не менее, с большими, как говорится, трудами, проблемами было сделано три такого типа ряда, ну и они все очень хорошо соответствуют друг другу. Вот один из них я показываю вам, вот он на этом рисунке есть. с 1880 года, в данном случае, по всю пору. И вот, что мы с вами здесь видим, вот оно, глобальное потепление. Вот видите, тут температура такая, вот здесь вот пошло расти, 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 и вот оно растет. Вот оно, глобальное потепление. Как вы видите, глобальное потепление, оно не является чем-то таким регулярным. Это не то, что вот поезд едет по расписанию, и каждый год какая-то отметка достигается. Мы видим с вами здесь целый ряд флуктуаций. Причем эти флуктуации можно вот даже, вот я подчеркивал, что климат это такая штука хитрая, она флуктуирует на всех масштабах. Вот здесь эти масштабы хорошо видны. Во-первых, вот это глобальные изменения. Вот оно видно, что на протяжении 100 лет вот в целом происходит рост температуры. Это масштаб один. Масштаб второй, это вот какие-то вот такие волны. Вот видите, здесь вот вверх, тут вниз, тут вниз, тут снова вверх и так далее. Вот это вот масштаб, который называется декадная изменчивость. Декада имеется в виду так по порядку величины, десятилетний промежуток времени. Декадная изменчивость. Ну и, наконец, межгодовые колебания. Каждый год бывает то теплым, то холодным. Вот температура вокруг некого вот этого среднего хода, она все время прыгает, и каждый год что-то свое. И вообще говоря, понять, почему это происходит, довольно трудно. Понять это довольно трудно, это и нам трудно, и вам это трудно. А почему? Потому что солнце-то светит одинаково. Каждый год солнце освещает Землю совершенно одинаковым образом. и, несмотря на то, что она вот так ее хорошо освещает, одинаковым образом, то есть приносит одно и то же количество энергии, мы наблюдаем вот такие изменения в температуре. То есть нужно поэтому сказать слова о том, что происходит приспособление к постоянному потоку солнечной энергии, земного климата. Но это приспособление носит характер статистический. Понимаете, тонкость в том, вот она, я ее еще раз хочу сформулировать, тонкость в том, что приспосабливается режим, который может флуктуировать. И вот он флуктуирует, вот как это показано здесь, а тут почему-то и растет. Вот мы будем много говорить о глобальном потеплении. Ну и вот то, что процесс этого потепления происходит нерегулярно, это вот еще раз я повторяю, это выражено в том, что имеются отдельные какие-то фрагменты. Вот этот фрагмент, который я обвожу, вот здесь вот, он имеет специальное название. Название вот такое, потепление Арктики. Вот именно в это время почему-то сильно начало теплеть на земном шаре и потеплела Арктика в первую очередь. Это были вот те знаменитые поездки челюскинцев, плавание на льдинах, которые были в довоенное время. Вот это все было возможно, в частности, потому что было вот такое потепление климата в это время. Потом произошло некое снижение температуры, хотя, ну не будем скрывать, что глобальное втепление связано с парниковым эффектом, который усиливается. Хотя парниковый эффект усиливался в это время, он непрерывно усиливался, но климат немножко похолодал. А потом, начиная с 70-х, он начал вот так вот расти, как поезд идет. И мы к этому привыкли. Я к этому привык, потому что я в это время жил, работал. И все мы привыкли, мы это комьюнити. А вдруг в конце прошлого столетия климат остановился, он поднялся, ну остановился, это нехорошо сказать, но вот это потепление, оно вот так вот шло, 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 дошло вот досюда. И дальше 20 лет были флуктуации около среднего уровня. Всех это поразило на самом деле. Это очень важная вещь. Появилось определение дыра в глобальном потеплении или пауза в глобальном потеплении. Как, откуда, почему? Мы уже привыкли, что он должно быть так. Но вот до сих пор, до конца непонятно на причины этого потепления, этого именно вот этой стагнации. А дальше новый скачок этого потепления, 16-й год, 17-й год, 18-й, 19-й, новый скачок и, видимо, новый вот импульс этого потепления. То есть процессы очень сложные. Теперь посмотрите, да, ну вот географическое распределение, вот оно примерно такое. Я решил показывать вам не среднюю карту отклонений за 100 лет, а показать карту за 17-й год, чтобы еще одно явление назвать именно Эль-Ниньо и подчеркнуть важную вещь, что 17-й год был самым теплым из годов, когда не было Эль-Ниньо. А Эль-Ниньо – это такое явление, когда значительная территория Тихого океана, огромная площадь, мы можем сказать, огромная часть земного шара покрывается теплой аномалией, ну и когда теплая аномалия, естественно, температуры выше. А тут уже даже Эль-Ниньо не понадобилось, чтобы 17-й год стал одним из самых теплых. Теперь обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Насколько, да, ну здесь, конечно, по оси ординат не сама температура, а отклонение от средней, ну просто так принято для удобства, а средняя взята за 100 лет, вот за эти 100 лет взято среднее значение. Посмотрите, какие отклонения. Отклонения-то маленькие очень. 0,5 градуса Цельсия, 1 градус Цельсия. И вот на эту тему следующий слайд. Вот видите, отклонения очень маленькие. Казалось бы, ну что такое 1 градус? Это ничего. А мы как-то серьезно говорим, ах, глобальное потепление, ах, ах, и так далее. Так вот тут дело в том, что нельзя оценивать наши эффекты и климатические, и другие эффекты в географии, нельзя их оценивать просто по абсолютной величине. Нужно смотреть, к каким последствиям они приводят. Какие климатически обусловленные эффекты происходят за счет этих изменений. И вот на этом слайде я показываю эти последствия. Ну, некоторые из них, но довольно яркие. Вот этот график, он показывает, как меняется уровень мирового океана. И вы видите, что уровень мирового океана непрерывно растет, и уже за вот эти 100 с небольшим лет на 20 и больше сантиметров поднялся уровень. Причем это чисто климатически обусловленный эффект. Вы скажете, это мало. Нет, это не мало. И не мало по очень простой причине. Вся инфраструктура в прибреженных регионах, она сосредоточена по полу побережью. Это дороги, портовые сооружения, там всякие кемпинги, здания, гостиницы, что ни возьми, системы каналов и так далее. И все это построено таким образом, чтобы учитывать, что нагоны их не погубят, что штормовые волны до них не долетят, не дойдут. А если уровень океана поднимается, то эти все сооружения оказываются подвластны вот этой вот ярости стихии. Поэтому 20 сантиметров – это серьезная вещь. Это один из самых главных, самых серьезных эффектов происходящих изменений климата. Второй эффект – это, например, горное оледенение. Вот здесь на этом рисунке показаны две фотографии, сделанные с одной точки ледника Мюр на Аляске. Одна фотография сделана в 1941 году, вторая – в 2004. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что тут ледник, а тут его нет. Вот это очень характерный пример. Можно бы и кривые какие-то показать. Но я хочу вот этот рисунок вам продемонстрировать. Таких рисунков довольно много. И фотографий, когда сравнивается какая-нибудь гравюра, нарисованная средневековым художником в Альпах, который сидел на пороге шато и рисовал в ледник. А потом с этого же порога делается фотография, и ледника никакого нет. Ледники отступают. Ледники отступают. Наконец, вот опасное явление, которое я уже перечислял, связанное с засухой, с наводнениями. Они учащаются, вообще говоря. И вот мы видим с вами Эльба. 2018 год, она вся высохла. Это вообще удивительно. Эльба – огромная река. Ну вот эти следствия, вот они такие довольно тревожные. И именно из-за того, что эти следствия есть, и интерес к климату значительный. Вот на данном слайде так конспективно перечислено, на что может климат влиять, и как его влияние учитывается. Ну, как бы две позиции я выбрал здесь для рассмотрения. Это климат и здоровье человека. Ну и здесь есть воздействия прямые, когда человек попадает в жару, в некомфортные условия. И эта некомфортность, она продолжается день за днем. А самое главное, между прочим, как оказалось, не только день за днем, а ночь за ночью. Ночью организм должен отдыхать. А если температура выше 24, то он не отдыхает. И вот эти вот волны тепла, как оказалось, они страшны не только тем, что высокие температуры вообще, и в частности днем, они опасны тем, что и ночью температуры не опускались ниже вот этого такого уровня стресса. Ну, вот это прямые влияния, косвенное влияние из-за того, что из-за изменений климата меняется окружающая среда, а вместе с изменениями окружающей среды появляются изменения, ну, в различного рода нехороших вещах, таких как малярийные комары, клещи, и все это, ну, тоже сильно влияет на здоровье людей. Если говорить о влиянии изменений климата на различного рода социальные вещи, экономические показатели, то удобно это сформулировать вот таким образом, ввести некие, значит, ресурсы и рассматривать климатически обусловленные, климатически зависимые отрасли экономики. Ну, и вот здесь они кратко перечислены, я много говорить не буду, но давайте несколько скажем, ЖКХ, например. Ну, для ЖКХ потепление климата, это очень такая вещь, конечно, приятная, потому что меньше нужно тратить будет энергии на отопление. Вот. Что там дальше идет? Там строительство, например, строительность, тут тоже, с одной стороны, не надо толстых стен, потому что стало тепло, а с другой стороны, те сооружения, которые стоят на вечной мерзлоте, они все поехали из-за того, что мерзлота, это разрушается. Ну, и так далее. Сельское хозяйство, разумеется, оно напрямую связано с климатом, с климатическими особенностями. Есть такие разделы науки, как агроклиматология, которая как раз отвечает на эти вопросы. Туризм тоже понятно, городское население, ну, и так далее. Все это является и предметом и нашего анализа в дальнейшем, ну, и предметом отдельных наук. Если говорить о изменениях климата и влиянии на какие-то социально-экономические и другие вещи, то я хочу привести примеры древние. Вот на этом слайде есть информация по поводу изменений климата и коллапса цивилизации Акад. Акад вот располагался здесь в районе Междуречья. И давно было известно, что около 4 тысяч лет назад, я даже когда-то это давно читал, с этим царством что-то приключилось, оно, в общем-то, развалилось. Оно развалилось, но никто, естественно, не знал, мог только фантазировать, почему это случилось. А случилось это вот, оказывается, почему. Вот кривые восстановленных характеристик климата, они показывают, что вот увлажнение было все время на таком вот уровне, а около 4 тысяч лет назад увлажнение резко ухудшилось. Причем ухудшилось на довольно короткий промежуток времени. Это там 100 лет каких-то в масштабах тех тысяч лет, которые показаны здесь на оси времени. Это совсем маленький промежуток времени. И вы видите, как резко прыгнула кривая сюда, и потом как быстро она вернулась обратно. Но этих 100 лет хватило на то, чтобы государство распалось. Государство распалось. Ну, понятно, почему. Его основа это было сельское хозяйство, разумеется. Они хорошо работали, появился некий прибавочный продукт. Этот прибавочный продукт можно было тратить, ну, на что тратить? На армию. А когда еще остался прибавочный продукт, его стали тратить на всяких там ученых, например, которые стали там какие-то звезды смотреть и еще что-то делать. А потом, когда прибавочный продукт закончился, то всех там ненужных, ну, типа ученых, сначала ликвидировали, потом и армия развалилась. Ну, а все дикари, которые вокруг жили, они радостно кинулись на государство на это и его ликвидировали. Вот примерно так с ними и случилось. Но задающим событием было вот это увеличение засушливости. Если посмотреть на этот район с точки зрения метеорологии и климатологии, то означает это увеличение засушливости то, что раньше сюда хорошо достигал индийский муссон. Индийский муссон приносил сюда много влаги, а вот 4 тысячи лет назад что-то стряслось с ним, с мусоном этим. Что-то стряслось такое, что он перестал сюда попадать и влагу сюда приносить. А потом снова все восстановилось. Вот понимаете, это очень такой, ну, момент для климатологов неприятный, потому что если это было один раз, то это может произойти и снова. Вот мы все живем, а про себя думаем так, что у нас происходят плавные изменения. Происходят плавные изменения. Вот климат потихонечку теплеет с какими-то флуктуациями. А история климата показывает нам, что могут быть вот такие резкие, внезапные изменения. Ну вот, да, могут быть, и это очень опасно. Другой пример на эту же тему, более близкий к нам, это цивилизация майя. И здесь снова ситуация та же самая, это реконструкция на Юкатане, насколько я это помню. И снова вот эта шкала в тысячи лет, 7 тысяч лет, 6 и так далее. И вот уже в наше время по датировке после Рождества Христова 800-900 год, произошло опять резкое увеличение засушливости. Та же самая ситуация. И древняя майя, ну оно не разрушилось, но оно такой, как считают историки, оно понесло такой урон, что оно не вернулось к своему вот этому доаномальному уровню. И может быть, даже если так фантазировать, что может быть, вот если бы этого не было, то когда через 500 лет Кортес туда приехал, может быть, если государство было бы сильным, оно бы так бы не поддалось, как оно поддалось испанцам в то время. Ну вот, я вам показывал какие-то древние события, да, майя и так далее, Акад, можно еще более древние события рассмотреть. Откуда берется информация? Когда мы говорили с вами о метеорологии, то информация берется из данных метеорологических наблюдений. Откуда берется информация для климата? Откуда мы вот это все знаем? Мы это знаем как? Во-первых, если изменения короткопериодные в масштабах десятилетий, то для этой цели используется осредненные данные метеорологических наблюдений. И вот тот ряд, который я показывал вам, вот этот вот ряд, давайте еще раз я на него обращу ваше внимание, вот этот вот ряд, это данные наблюдений, собранные вот по всем метеорологическим станциям с включением в последние годы сюда и данных спутниковых и каких-то других. А как брать более длинные? Откуда брать информацию о более длинных изменениях? Для этой цели используется так называемая палеореконструкция. Палеореконструкция, я не буду сейчас опять же подробно про это рассказывать, но две вещи хочу сказать. При палеореконструкциях приходится решать две задачи. Во-первых, нужно найти вот в среде, которую вы изучаете, в пробуренной колонке льда, в каком-нибудь обнажении, нужно найти показатели, характеристики, которые характеризуют изменения климата. То есть нужны интерпретируемые показатели. Это задача первая, найти их и проинтерпретировать, а задача вторая, осуществить абсолютную датировку, чтобы привязать наблюдаемые изменения к именно изменениям абсолютного времени. Ну вот таким мы путем получаем информацию о событиях прошлого. Ну и что ж такое тогда изменение климата? Изменение климата, ну вот тут написано, что такое изменение климата, как их надо понимать? Я причем имею в виду современные изменения. Это синтез двух вещей. Это, во-первых, антропогенно обусловленные изменения, а во-вторых, это природные вариации. То есть антропогенно обусловленные изменения, они определенным образом накладываются на вариации природные. Которые природные, они существовали, естественно, с древнейших времен, ну, когда только Земля появилась, то появились и вот эти изменения климата. Вот про каждый из них я хочу два слова сказать. Ну вот этот компонент моего слайда характеризует антропогенно обусловленные изменения. Они связаны с тем, что в результате сжигания ископаемого топлива в атмосфере происходит рост так называемых парниковых газов. Мы это все внимательно с вами рассмотрим в дальнейшем, пока просто примите это как факт и посмотрите на этот рост. Очень стабильный рост в данном случае СО2, это данные измерений прямых, и за счет этого происходит усиление парниковых свойств атмосферы, и нижняя часть атмосферы, и суша, прилегающая к ней, нагреваются. Вот это двигатель современного потепления. Вот это двигатель современного потепления. А изменчивость, вот эти паузы в глобальном потеплении, что это такое? А это сложная механика совершенно разных по масштабам вариаций климата. Иногда в этих вариациях удается выделить какие-то квазиритмы, которые называются таким словом модоизменчивости. модоизменчивость это такой квазиритмический процесс. Я имею ввиду квазиритмический, что вроде ритм прослеживается, но амплитуды разные, фаза плывет, то есть это случайный процесс, но ритм все-таки повторяется. Ну и самая главная модоизменчивость это так называемое южное колебание, южное колебание или переход системы из состояния эль-ниньо в состояние ла-ниньо и обратно. И вот эти переходы эль-ниньо ла-ниньо они показаны здесь внизу по шкале времени. Ну и вы видите действительно квазиритмичность определенная есть. Вот синенькое событие это ла-ниньо вот желтенькое событие это эль-ниньо потом два ла-ниньо и так далее тут какая-то пауза маленькие были еще что-то и так далее то есть какая-то квазиритмика происходит. Если бы эта линия была бы только одно тогда бы мы еще с ним бы справились но их довольно ну несколько по крайней мере явных которые так вот четко работают и довольно много ну таких которые иногда как вспыхивают а потом они гаснут случайный такой характер этих мод изменчивости а само эль-ниньо оно представляет собой интереснейшее явление это вы видите фрагмент карты Тихого океана это Южная Америка Центральная Америка это Австралия это Индонезия и вот тут вот происходит определенного рода аномалии иногда вся область Тихого океана занимается теплой водой иногда эта теплая вода отступает ближе к этому самому к морскому континенту Индонезии и вместе с водой сдвигается и структура морских вод в глубинах и сдвигается циркуляция атмосферы и отклик вот этих изменений он летит по всей планете но не везде с одинаков с одинаковой мощностью но тем не менее это происходит какая периодичность сельнинию ну несколько лет несколько первых лет ну и наконец если мы с вами знаем генезис происходящих изменений климата а мы надеемся что мы уже кое-что знаем и знаем почему происходит изменение климата и уже имеем архивы позволяющие проверять наши гипотезы в том числе и палеоархивы позволяющие применять проверять наши знания по изменениях климата на основе климатов прошлого то можно вопрос ставить и о прогнозе климата ну вот прогноз климата выглядит вот таким вот образом значит смотрите на этот рисунок вот эта часть это годы вот эта часть кривой это та кривая изменений климата которую я показывал вам уже вот она некий рост температуры здесь наблюдается вот 2000 год вот заканчивается 2019 годом это кривая а дальше прогнозы вот они прогнозы прогноз жестких таких изменений прогноз самых мягких изменений прогноз средних изменений вот эти прогнозы показаны тут давайте посмотрим насколько меняется что ожидается 4 градуса ожидается 4 градуса много это или мало но опять по абсолютной величине нет смысла эти величины оценивать мы с вами видели что в ответ на изменение климата на 1 градус существенно скажем растет уровень океана уменьшаются корные ледники увеличивается засушливость ну а на 4 градуса разумеется отклик будет еще более сильным ну и вот показана аномалия температуры на 4 градуса если она будет происходить вот в такой вот шкале ну и вы видите что в арктических особенно районах изменения очень сильные произойдут на материках очень сильные изменения над океанами поменьше а одна область вот эта вот область она вообще не претерпит изменений южнее Гренландии это некий такой очень интересный акинологический феномен а вот эта карта показывает что будет если будет сценарий мягкий если сценарий мягкий то это ну изменения будут но они будут не столь существенны и тот и другой сценарий это результаты расчетов я вам рассказывал уже говоря о прогнозе погоды что прогноз погоды осуществляется путем осуществления компьютерных экспериментов путем работы сложнейших вот этих вычислительных комплексов то же самое и здесь это математическая проблема которая вот так решается и задающим эффект сценарием является изменение темпов выбросов парниковых газов в этом случае считается что у нас выбрасываться будет много по прежнему а в этом случае считается что будет осуществлен переход на альтернативное топливо хочу еще подчеркнуть что в этих сценариях эти сценарии стараются делать очень серьезно и по возможности крайне научным образом то есть это не футурологические такие какие-то измышления что человек вот сел подумал как же будет этот СО2 выбрасываться в атмосферу дай-ка я нарисую вот так нет обычно каждая вот такая кривая СО2 которая используется потом для расчетов изменений климата это результат работы целого института вот целый институт сидит и создает определенный сценарий как происходит это моделирование и прогноз климата ну вот он как происходит на основе уравнений термогидродинамики создается математическая модель климата эта модель очень сложна она не имеет аналитического решения поэтому ее приходится решать численно численные решения осуществляются на компьютерах поскольку модель очень сложна я повторяю то для этого и нужны супер компьютеры вот супер компьютеры которые есть они показаны здесь мало того что они есть мы на них имеем возможность работать ну и поэтому это наш инструмент в том числе а чтобы вы лучше понимали вот я так решил написать что такое модель климата ну вот вы же знаете наверное такие понятия компьютерная игра вот компьютерная игра ну это фактически модель климата и есть только модель климата конечно неизмеримо более сложная конструкция ну и из этого слайда следует между прочим интересная вещь что успех прогресс в прогнозировании погоды в прогнозировании климата во многом зависит от того какая в руках у человека техника и каждое новое внедрение новых машин новых систем новых вычислительных методов под словом вычислительные методы я понимаю такие как распараллеливание это сразу сказывалось на качестве прогнозов и погоды и улучшения прогнозов климата вычислительные методы вычислительные методы вычислительные методы